Добродушный лабрадор Кая и Оксана Забродская заботятся друг о друге уже 4 месяца. Хозяйка ухаживает за собакой, а та в ответ гуляет с хозяйкой, подает упавшие предметы, знает много команд. Но в жизни собака и ее верный друг часто сталкиваются с непониманием и трудностями и в больницах, и в магазинах, и в транспорте. Не пускают в автобусы, либо выгоняют вообще. Иногда спрашиваешь, а я доеду туда-то, туда-то? Говорят, собакой нет. Это ужасно на самом деле. Мы сталкиваемся очень часто. Это все происходит не за маленького уровня информированности населения об этих собаках. Повысить уровень информированности о том, что собаки-поводыри совершенно необходимы хозяевам и абсолютно безопасны для остальных, такой целью и задалась Оксана. Она получила грант на крупном общественном форуме для реализации своего проекта «Собакой все пути открыты». Оксана вместе с единомышленниками проводит круглые столы и мастер-классы, где рассказывает о том, как завести собаку, куда обращаться, как за ней ухаживать и дрессировать, а главное, где с ней можно бывать. Происходит широкое информирование сотрудников учреждений, которые оказывают социальные услуги, конкретно инвалидам, именно о собаках-поводырях. То есть дается информация, что это все законодательством предусмотрено, чтобы человек мог посещать эти учреждения. Самара – первый город, который познакомился с проектом «Собакой все пути открыты». Дальше у организаторов в планах южное направление – Краснодар и Ростов, а затем и другие города России. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.